Лапкин, это проректор по учебной части, как считает его самый умный в техническом университете, а это большой университет, 21 тысяча студентов. И он сказал, Лапкин говорил и сказал, что это как бы не он, рукой помахал, вроде это от Бога. Это, говорит, не так. Это вот, когда они пишут, писатели, то они лукавят. Когда я с ними встречаюсь, они не такие, о чем они пишут. А у Лапкина, я прочитал первые четыре тома, я, говорит, прочитал, любому советую. Он такой, как есть. Вот как он пишет, такое все. Это все его слова тут записаны в книгах. Да так. Я никогда, нигде не полукавил, ни перед кем не склонялся угодить кому-то. У меня не патриарху, я патриарха, разбираю вопросы Алексея, теперешнего Кирилла. Это у меня все в четвертом томе. Там Козлова, Юрасова, таких известных, известных. Батюшек, Архимандритов, Старобрядческого Андриана, Митрополита. Я беру 60 вопросов, их и ответов. А потом показываю, в чем они ошибаются, почему отвечают неправильно и вывод. Они не знают, они просто не знают. У меня на сайте, на главной странице, там 55 папок. Павел Фай, папка там, семья отдельно, евреи, мусульманство, старобрядчество. И все вопросы из этих книг выбраны. Книги-то издавались, как поступали вопросы, а они разные. И мне говорили, что надо издать так, чтобы найти можно, как-то классифицировать. Отдельно там о будущем говорится, о войне, о работе, о культуре, о литературе. Я говорю, я умру, тогда кто-то сделает. Но получилось так, что мне пришлось заново 30 того все пройти. И, ну это три года назад было. И разбить 55 папок. Как я это осилил, я понятия не имею. А потом, уже когда издавать в интернете стали, мне нужно было издать так, чтобы тему ты какую-то взял, допустим, ну отдельно, там, православие. То открылось, чтобы были одни вопросы. Указано, какой номер вопроса и с какого тома. А вопрос ототкнул, щелчок, и чтобы тебя сразу на ответ разнесло. Ну никто не знал. Тут нашелся один студент, пятого курса мединститута, медуниверситета, Клименов, Евгений Валентинович, кажется. И он приходил два раза, три, на третий раз только открыл эту программу, сумел сделать. И меня зарядили на это дело. Я помню, я тогда писал здесь, это все разносил. Два дня у меня было, я сидел по 18 часов, и два дня почти по 23 часа. Так что вот я, магнитофон-то работает, оцифровка идет, оцифровать надо было с пленок. Я вот так дошел, механически повернулся, и я уснул, уснул, мгновение, я уснул. Потом повернулся, где же я нахожусь? Поставил маленько, ага, магнитофон один шумит, я плохо слышу. А, вот что делал, переписка. До того конца комнаты дошел, повернулся, и опять уснул. Уснул натурально, но не упал. Ну мы православные, мы стоя спим в храме-то, у меня уже навык есть этот. Вот, и опять развернулся. Это у меня на исходе было, срочно нужно все выставить в интернет. Никто за это не брался. Конечно, Бог давал помощника, потом мы один день посвящаем нашему сайту, первое воскресенье в феврале. Ну теперь все позади. Когда на меня нападали патриарши здесь, а профессор тогда зашел, взял, вот я понимаю, 13 том был. Вот она книга, я беру ее, читаю. Почему они ничего не издают? Вот столько книг издавать, никто и никогда не издавал, тем более это все за 8 лет. Никто и никогда. Я скажу, вот к Новому Завету, это 900 лет, блаженный Афе Филак. Никто и никогда не прикасался к нему. Вот один параметр, чтобы дать комментарии. Выделить отдельные места. Никогда этого не было за 900 лет. Я впервые это сделал. Мало того, никогда не издавались иллюстрациями, тем более с раскрашенной, раскраска наша. Никогда этого не было. Ну никогда. То есть тут столько параметров, 8 параметров, которых никогда не было ни у кого нигде. Они у меня все оригинальные. Видите как. Вот я сейчас покажу еще книги, которые не то что оригинальные, а они не имеют аналога. Вот к истинному православию книга. Я на нее потратил 40 лет, собирая материалы. В предисловии об этом говорится. История такая, что надо было когда издавать, там отдельно у меня 14 материалов ходили, листками я издавал их, в университетской газете. Ну пришли старообрядцы на занятия и говорят, а почему не книга? А я ничего этого не знал. Ну а когда вот это издал, самому пришлось тут все заниматься и версткой. Бог дал хороших корректоров несколько. Тут Марина Дыбунова, Кубайкина Галина. Самые лучшие корректоры Алтайской правды, Рубцова и Антонова. У меня есть такая книга, труднее всего она мне далась. Называется «Симфония на неканонические книги». Ну порядка 5 раз пришлось переделывать. Я вначале делал вручную, а потом компьютерные разные версии. Это он у нас дьяконом был, Загуляев Александр Сергеевич. Вот он помог это. И вот теперь она вышла по Вернигородской. Я могу доказать очень легко, что это лучшая в мире симфония. И самая полная. Абсолютно по все глаголы сведены в один глагол. Все существительные в одно именительном падеже. Вот надо просто увидеть. Смешно сказать, но одно время у меня было, кажется, 20 или 18 корректоров. И так и не смогли с ней поправиться. Мне пришлось самому ее заканчивать. Видите какие? Вот это симфония на неканонические книги. И потом я составил симфонию на жития святых. Это тоже впервые в мире. Никогда ее не было. Это 12 томов, 1173 биографии. По одному из событий из жизни какого-то святого можно определить, кто, где, когда. Допустим, казнь. Какой святой. Ну ты во время казни усещён мечом. Казнь. Просто казнь. На имя казни. Ещё какой есть камень. Ты знаешь, где-то был такой демон ударил камнем человека. Ну где? Камень открывает. И все-все камни. Там на камне стоял, на камне спасался, на камне молился. И наконец ты находишь. А, а верки. Ну а одно событие из жизни святого припомни, ты найдешь. Дальше биография его раскрывается. Тоже этого не было. Я и не знал, что это я сделаю. Она нужна была. Я её сделал. И что интересно, эта симфония, она была изнана по благословению двух епископов. Епископа РПЦЗ Евтихия и епископа Московской Патриархии Максима, который сейчас здесь. Вот и как. Те, тот и другой благословили её. Ну это для православных проповедников. И сам сектантам, веретикам она не нужна. Ну а первый издал я когда? Это у меня была вот эта книга «Церковь, свобода, тюрьма». Мои стихи, большинство из них были в тюрьме написаны. У меня особенно за последние где-то, кажется, чуть ли не шесть лет, было написано три тысячи примерно сто стихотворений. Один год, вот, каждое стихотворение это девять куплетов. Девять. Все с глубоким смыслом, это все понимают. И за год написано было пятьсот, кажется, двадцать пять стихотворений. А остальные годы по четыреста с лишним. Они сами прямо плывут. Вот я глянул флаг, а флаги у меня и сделаны на часы, и прямо выстроено. Я другой раз стихотворение, ну, пока рука пишет, вот девять куплетов, они написаны. Дальше я заново читаю, я как будто первый раз её вижу. Спрашивает, а что это такое? Не знаю, вот лежат сумки на столе, скамейка, пол, туча, за водой пошёл, человек радио заговорил. А последнее известие, у меня мгновенно и выстраивается политическое стихотворение. Вся история этого возникновения. Глянул на иконы, у меня про икону, голову только повернул, ага, к вещам не прикасать. А у меня сразу о вещах стихотворение. И буквально всё, что было, кому известно, всё об этом будет сказано. Николыч, он творит, значит, ну, о Христе, о Богородице, о Христе, это их много, но они, так, о Пасхе, о праздниках, они все выстроены были. Почему я этим жил? Вот жития я насчитал, и люди спрашивают, как же так считали? Я, говорит, забыл, что я дома нахожусь и работать забыл. Мэр города взял, читал у меня тут книгу, и говорит, я, говорит, на работу чуть не проспал. В 3-6-е, как говорит, закончил. Как так? Я, говорю, я считаю жития святых, у меня воображение, как у Виктора и Гуго, он когда писал битвы «Перевоторло», он даже слышал ржание коней, запах пороха Виктора и Гуго. Я не слышал, я воображал, и я вживался в этот образ. Я вместе с ними сгорал. Меня казнят, я представляю, как голову мне режут, как запах крови. У меня очень сильно развито это воображение. Я людям всем говорю, ты ничего не сделаешь, если у тебя нет воображения. Воображения нет, ничего нету. Что-то я не пойму, где-то перетянул. Третья, четвертая. Пусть вот маленько перетянули книги. Какая-то здесь не должна быть шестая, седьмая. Вот. Ну, Бог вот это дал. И вот я думал, что десятую часть, десятину Богу отдам. А сейчас получается так. Каждый год я отдаю бесплатно 9 десятых. 90% книг я раздаю бесплатно. Это библиотекам, бедным священникам, нуждающимся. То есть это абсолютно не коммерческое издание. Я в долгах, как в шалках. Их даже сосчитать нельзя. Но кто мне давал деньги, под таким условием. А если будут деньги, я... А если не будут, я умру, они не будут считать деньгами. То есть, ну так. Конечно, мне хорошо, что они меня не трепут. Даже вот машину покупали нынче. Для благовестия нужна машина. Это 700 тысяч почти. Ни одной копейки нету. У меня в течение одного дня деньги появились и машину купили. Теперь если соберут, вот одну треть только собрали. А остальное опять на меня падает. Я не то, что в долгах, а... Ну я никакой, я не свой. И я не понимаю этого, что это долги. То есть, ну, любой скажет, это авантюрист какой-то. Это, ну, что провоцирую людей на какие-то деньги, сборы. Как угодно рассуждаю, я скажу, что все правы. Кто так будет думать и называть. Просто это так и есть. Я еще раз посмотрю. Третье, четвертое, пятое, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Ага, одиннадцатый куда-то дел сатон. Так, я желтый показывал, где он? Вот он где. А-а-а, вот он где. Одиннадцатый том, положим сюда. Вот теперь все на месте. Вот. Если Господь позволит и благословит, нынче будем на Благовестие. Думаю, зацепим Алтайский край, Новосибирскую область, Кемеровскую и Красноярскую. Будем уезжать по неделе или по две недели. Я уже думаю, как это холодно, как ночевать где-то придется. Бывают там змеи, комары. Как это все обдумать? Ну, не знаю. Прям голова пухнет. Как говорится, вша заела. Я не знаю как. Как готовить пищу? Как мы в село... Я сделал предложение патриархии, чтобы они... Я говорю, что надо контакт делать нам с ними. Я говорю, давайте с вашей стороны пусть будут люди. Сколько там? На своей машине, на нашей село любое мы рубим пополам. Кажется, с своей стороны. И людей собираем в клуб на 15.00. Конечно, с администрацией у нас везде договоры. Везде хорошо принимают. Везде, где нет священников. Если есть священники, они лютуют в милицию и вызывают. Ужас, что делать священники. Книги в трехтомных это сжигают. Евангелия рвут. Ну, как бешеные псы. Я патриарху об этом написал. Как вы отвечать на суде будете? Это ваши подопечные. И вот, когда я говорю, мы выступим, вы выступаете 20 минут. Я. Мы зовем людей только ко Христу. Но в конце люди спрашивают, куда. Мы их не поведем никуда. Скажем, покажем на православные храмы московской патриархии. Тут мы воздействуем полностью слаженно. А остальное, питайтесь отдельно, одевайтесь отдельно. Но вставать одновременно всем 4.40. На утреннее правило. На 100 поклонов. А вечером то, когда хочет ложиться. То есть, наши правила приняты, что все были с бородами. И с поясами. У нас пояс положено. Это наши правила. Если не соглашаются, значит мы их не примем. У них опыта никакого нет. А у нас опыт, вот у меня 50 лет опыта. 50 лет. Это не дней. Я знаю, с каким типом людей, как разговаривать. Как по нескольким словам человека вычислить. А кто он такой? Я не спрашиваю. А кто ты баптист, православный? Я никогда не спрашиваю. Я начинаю беседовать, и мгновенно я все меньше и меньше вариантов оставляю. И уже минут через 5 примерно я уже знаю, кто он. Ну, редко-редко, когда бывает, что приходится. Бывают они там похожие друг на друга. Новые секты. Их даже не разберешь. Там благословенная, там какие-то. Новая жизнь. Или там молитвенники у Бога. То есть они как грибы плодятся. Я их уже не знаю кто. Раньше были баптисты. Ну и баптисты все. Они серьезные такие были. У меня такие отношения были хорошие. Я всегда говорил, если бы было у них священство, я бы баптистом был. Насколько у них все правильно. Они почти все взяли у православных. Учения Святой Троицы. Но, ну, я говорил об этом. Если бы был патриарх, я бы тысячу баптистских проповедников поставил в училище. Взяв с них расписку, что никогда не будут трогать догматику православную. Она у них почти. Иконы не будут называть идолами. Божья Матерь. Ну, то есть ничего православного такого не трогать. Не учить, чтобы иконы были кланяться, но не трогать. Просто не трогать. И я когда беседовал с баптистами, они все согласны. Ну, я пока не патриарх, не знаю почему. Все никак. Не решаться. Ждут, когда патриарх откуда-то упадет. Я говорю, тут у меня есть ответ один такой. К вечеру, я говорю, они бы меня уже убили. Но я бы сначала нашел место, куда спрятаться. А церковная мафия, это самая страшная мафия. Бессовестная. Никогда не отвечает нигде, ничего нет. И выслеживает, и на любую подлость идут. Ну, как вот люди, которые ваххабиты. Им разве снять себя подорвать? Православные ваххабиты нисколько не лучше. Пусть они напишут хотя одну книгу. Ответят. Вот они сейчас добиваются, чтобы... Цензура на мои книги. Цензура на мои книги, благословения. Я говорю, я 50 лет проповедую, мне ваше благословение было не нужно. 50 лет меня проклинали, а теперь давайте мы вас будем благословлять. А я и в этом не нуждаюсь. А цензура? Какая цензура? Вы цензор будете. Вы, чтобы быть цензорами, должны знать не меньше меня. Александр Третьего спросили, когда говорят, а почему вы не советуетесь с этими людьми? Вот министр говорит, а что советуются? Они говорят, меньше меня знают. Я имею полное право сказать так. Меня не могут судить. Я в последний раз в епархии была у нас беседа, встреча со священниками. Рабочая комиссия по объединению, как называют они. А я говорю, по познанию Бога. Ну, в этой комиссии я об этом говорил. Как они это дело воспримут. Выход полный абсолютно. Должен быть из самого себя, от своего я, а полное отречение, ну и прочее. И они просто дивятся, как вот книги, и надо проверять. Я говорю, давайте, самых ярых моих врагов находите. Которые читали книги, которые знают. И выстроите их в ряд, я один присану перед ними. Но, чтобы они могли ответить и на мои вопросы. Тут вопрос стоял как-то одно время. Вот совершает так называемое хлебопреломление, литургию, на квасном хлебе. А католики на пресном. Кто прав? Католики правы. Так вы что католики? Зачем я католик? Я не католик. Но по смыслу я, да, католик. То есть я принадлежу Вселенской Церкви. И вот начинает какой-то еще вопрос задавать. А как доказать, что правоту нашу? Никак не доказать, мы не правы. Но это не смертельно, что у нас есть. Христос, говорит, совершил Пасху, были дни опресток. А что еще доказывать? Спроси евреев, что такое опресток, если ты не веришь в Библии. Поэтому я не против цензуры, но уже книги изданы. А они уже нашли свою ячейку. Ниша для них была Богом приготовлена, не мною. За этими книгами приезжали очень далеко. Полный комплект Библиотека Сан-Франциско. Я расскажу, там Австралия, в Израиле, где там еще кому рассылали. И книги эти не будут пользоваться сногсшибательным успехом, как Гарри Поттер. Никогда. Почему? Потому что они на узком пути. А на узкий путь и входа люди не стремятся. Здесь говорится отречься от самого себя. Кому это угодно? Мы говорим о целомудрии, о чистоте в жизни, чистоте помыслов. Люди понятия этого не имеют. Тут на каждом... Вот каждой книге вот здесь вот, в моей, я привожу примерно, выйдя стихами, цитирую. Это примерно три тысячи мест священного писания. Иногда одно место, это... Вот они. Они как выделены. Жирным и курсивом. Видишь как? В каждом томе. Три тысячи раз я открываю Библию. Без Библии у меня ни одного шага нигде нету. Видите, каким курсивом вопрос задан, каким ответ дальше. Видите, сколько шрифтов разных. Что-то выделено. И очень много поэзии. Очень много. Это 200 с лишним поэтов. Ну, я их всех знал. Всех знал. Я наизусть знал столько стихов, что однажды где-то я рассказывал. Я сейчас могу ошибиться. Ну, где-то порядка шесть часов, это на памятнике я рассказывал поэмы и все. И поэтому, ну, состязаться надо хоть маленько. Говорят, ты выходишь, примерься. Да зачем это тебе нужно-то? Ты если против того, что здесь написано, я заранее скажу, что ты против самого себя идешь. Я своего не искал. Это первое. Второе. Нигде догматику не трогал. Ну, и третье. Я вложился все здесь. Что у меня было. Выше этого, что здесь сказано, я ответить не могу. Лучше стихи написать я не могу. Это потолок. То есть мне не дано. Я не поэт. Один кто-то назвал меня поэтом, каким-то там несравненно. Это глупости. Я печник. Всю жизнь работал печником. 40 лет печи ложил. Сторожем был. А это, ну, как говорят, Бог дал. Не от того, что там от скуки на все руки. Однажды я выбирал вот этот, какой сделать свет, а которая у меня была посредником-то. Я гляжу, а у нее ногти таким накрашены. Я говорю, вот таким светом нужно. Надежда Ивановна-то. Она, раз, у нее там разные пришитые материалы какой, она достала. Ага, вот такой вот. Вот. Мне хотелось вот это вот сделать таким вот, как вокруг икон нимбы. Видишь, какой свет он у нее, блестящий где-то. Я уже показываю. Сам свет уже говорит, ну, о том, что же здесь заложено. Примерно. Примерно, конечно. Резко выделяется это вот мусульманство. Вот евреи. К евреям эти золотом, как эта нация, обладающая определенными запасами. Вот. Людям это дается. Не принимают. Ну, я никого не убеждаю. У меня не принято спорить. Я никогда не спорю. Я просто, ну, спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, возвещает истину. Я сказал, ну, я вам возражаю, но это ваше дело уже. Я уже ответил, больше нет. Я вернусь опять к этому. Я как-то был в краевой больнице. Я в больнице редко бываю, но тут, ну, иногда бывает так. У меня позвонок три грыжи. Я всю жизнь на стройке работал. И защемило, и меня на коляске, на каталке катали. И там услышал один профессор, он обо мне уже слышал какой-то. И его Виктор Андреевич, наш врач там работает, его привел познакомиться. Я стал с ним беседовать. А что вы цитируете Библию-то? Я ее сам могу прочитать. Опять вопрос задал, но я ему опять, как это выглядит. Я говорю, так лучше книжная мудрость, чем самобытная глупость. О, а я-то слышал, вы такой умный человек. Я говорю, ошиблись. А я вас сразу узнал. Так вы своими словами можете сказать? Я повторяю, я вас сразу узнал. А кто я такой? Я говорю, да вы еще к Рейхьеве в раю подходили. Вы хотели ее из рая выбросить. Вы желаете меня сейчас через ограду в божьих помыслов выбросить? Я на это не пойду. Поэтому я отвечаю, как Господь сказал. Так говорит Господь. Это мой любимый порок Михея, Еремия. Это в моей жизни было тысячи, тысячи раз. Так говорит Господь. Ну и все на этом закончилось. Если Господь говорит, слушай, это раб твой. Вот в начале мы с книг. Книгами закончилось. Так, раз, сейчас посмотрим, что-то я закрыл какой-то. Вот куда надо положить ее. Вот все книги. Сейчас готовимся мы к благовестию. Вот нарезаем вот такие вот. Вот, ну у нас это, вот будем раздавать, в каждый дом заходить. Мы даем Евангелие и надписи. Вот как заклеили. Как это не дается. А вот оно какое. Это будет наклеено на Евангелие. Вот приглашение. В библиотеку. Наш сайт. Телефоны. И что в библиотеке будут эти книги. Вот больше ничего мы сделать не можем. Общину мы не образовываем. А дальше мы посылаем в ближайший храм. Если храма нет, чтобы люди обращались к местному епископу Московской Патриархии. За благословением построить храм или часовню. Вот. И мы помогаем священникам. Они летуют против нас. Ну бывает такое. Христос, говорит, пришел к своим, и свои не приняли. Вот сейчас, когда немножко священники начинают разбираться и бесит. Но тогда почему вас гнали? Я говорю, это совершенно нормальное положение. Как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. И горе вам, если все о вас будут говорить хорошо. Если я не ищу славы друг от друга, а слава от единого Бога, я против течения иду. Они меня только закаляют. Это как старого быка. Говорит, чем больше бьют, тем шкура толще. Ну, меня же вроде бы толстую шкуру сделали-то. Вот. Вот чтобы такими буквами сделать, вот смотри, как красиво сделано. Это пришел художник, к нам пришел. Тут заголовки все такими, а начальные буквы такие. Вот оно как, видишь? Это старообрядческий куц. Игорь Анатольевич. Вот он приходил, говорит, ребятишки были в храме. А вот как раз здесь и говорится, что 40 лет я собирал этот материал. Что здесь? И такие материалы, думаю, со времен Иеронима Стридонского, он умер в 490 году новой эры, после Рождества Христова, книги не появлялись. Да, они критические. Вся Библия критическая. Я на основании Библии показываю, что мы ушли очень и очень далеко. Надо вернуться к истокам. А это возможно только с Библии, с постом и молитвой. Так, я выйду еще. Пойдем вместе. Игорь Анатольевич. Пойдем вместе.